Вот так выглядело первое телевизионное изображение. Одержалась вся доостанкинская мощь советского телевидения на честном слове дворянина. Еще в начале 20-х годов прошлого века замечательный инженер благородных кровей Владимир Шуфов, знакомый любому москвичу и гостю столицы, стеклянной крышей ГУМа и каркасом ЦУМа, по заданию Ленина возвел дивной красоты башню-антенну для новой мощной большевистской радиостанции. Возникшая по воле большевиков, Шуховская башня была построена и устояла не благодаря большевикам, а скорее вопреки им. 1919 год. В стране нет металла и еще много чего нет. Проблему общего отсутствия всего инженер Шухов должен был решать сам. Они должны были сами достать и металл, который не был совершен. И вот именно в дневнике все это подробно описывается, и эскизная идея была. Да, рабочие чертежи они долго очень составляли, потому что не знали, какой к ней придет металл. И в результате она собиралась буквально как из носкутков. То есть не то, какие нужны были профили для собирания этой башни, а какие доставали там, собирали эти течения. И вот, значит, тем не менее строили. Нехватка металла сократила башню с задуманных 350 до 150 метров. Да и те едва не стоили Шухову жизни. Башню собирали на земле с секциями, которые одну за другой выдвигали в небо, как подзорную трубу. Когда стали поднимать третий ярус в июне 1921 года, то металл доставали уже на дно, чтобы плохой, уже на эти самые тросы, которыми крепились поднимаемые секции, уж совсем неизвестно какой. И, в общем, один из этих тросов оборвался, секция упала, повредила уже собранные на земле секции. Мы в связи с этим стали опять разбираться, назначили комиссию самых в то время выдающихся инженеров. И, в конце концов, Шухов записывает, что проговоры условный расстрел вынесен. Кроме условного расстрела, Шухов получил еще 500 рублей. Эти деньги были выплачены инженеру позже, в 1937-м, за превращение радио-башни в телевизионную. Построенная из первых попавшихся железяк полуголодными и полуграмотными рабочими, Шуховская башня стоит и работает до сих пор. Но для новых государственных задач тихие телепинаты страны Советов и их дворянско-буржуазный эмигрантский передающий комплекс был явно мал. И первыми это поняли сами телевизионщики. Главный инженер Московского телецентра на Шабловке Сергей Новаковский задумался о строительстве нового телевизионного дома. Дело было так. Судья был вечером у своего учителя. Вот профессор Акатаева зашел от дела о том, что надо в Москве построить большой телецентр с многими студиями, чтобы создавать много программ, записывать программы, передавать и так далее. И значит надо обслуживать большую территорию телевидением. Он отойдет на ночь башни по всему невозможной высоте. Пошли с предложением в правительство, что вставили башни 500 метров. Дело было еще в 1953-м, но мысль инженерная ненадолго опередила мысль идеологическую. Наверху идею нового телецентра не леял не кто-нибудь, а Александр Яковлев, будущий архитектор перестройки и отец классности. В ту пору инструктор отдела ЦК, вскоре замзав отдела пропаганды, Яковлев добрался до тогдашнего зампреда Савмина Дмитрия Устинова, у которого нашел полное понимание, несмотря на солидную стоимость новой затеи. 127 миллионов рублей. Он говорит, понимаешь, если мы пойдем с этим деньгами на политбюро, нам не дадут. Это я знаю. Давай сделаем так. Председатель правительства имеет право подписывать самоличную от имени правительства деньги только на 50 миллионов, не больше. Тыгаться, что все нету, на 49 с чем-нибудь там, с хвостиком. А потом, видно будет, и тут же звонит Кошигину. Они поговорили, все это было при мне. И Устинов ему сказал, ну вот хорошо, вот у военных вот с этой статьи вот сними. То есть там снялась какая-то статья у военных, вот эту сумму. Вот так, с меньшей половиной требуемой суммы, и с формулировкой «потом видно будет» все началось. В тот момент из всего руководства страны только несколько человек сознавали важность происходящего. Один из них, понятно, руководитель отдела агитации и пропаганды ЦК Леонид Ильичев. Ильичев и Устинов поняли, что это надо делать. Кошигин тоже понял после разговора с Устиновым, что это действительно надо делать. А остальным это, извините, как сегодня говорят, до лампочки. Хрущев, когда стали предлагать ему, что постановление надо подписать, то он, то есть в шутку, в полушутку сказал, вот во всех городах. Зачем же показывать мою лысину во всех городах? Хрущев поступил со своей лысиной, тогда, может быть, не полностью сознавая, какая польза выйдет от этого отечества, но думая опять кого-нибудь догнать и перегнать. Масштабы нового центрального телевидения оказались циклопическими. 420 метров длины телецентра, говорят, самый длинный дом в Европе. 540 метров высоты башни, самой высокой в мире. Два десятка студий площадью от 1000 квадратных метров до 60. В мощности нового телецентра предполагают одновременное вещание сразу по пяти центральным программам против двух шабловских и еще шесть программ радио. Конкурс на лучший проект небывалой полукилометровой телебашни проводится в 58-м году. Несмотря на невиданное задание, конкурс не открыл миру ничего нового. Представлены были разнообразные металлические мачты антенн. Лидерами становится предложение института проект сталь-конструкция и вариант телебашни, представленный киевлянами. В Киеве ее позже и построили. Уже практически было принято решение, что победителем выйдет группа киевских архитекторов, которые предложили башню 500-метровую. Но в последний момент участник этой комиссии Николай Васильевич Никитин, он был приглашен туда как наш крупнейший специалист-строитель, правда в области железобетона, предложил, неожиданно предложил сделать башню из железобетона. На счету Никитина уже значились инженерное обоснование нового здания Московского университета, Высокного дворца культуры и науки в Варшаве. Он возглавляет инженерную группу строительства грандиозного дворца Совета, от возведения которого за 20 лет еще так и не отказались. У Никитина уже была репутация лучшего певца бетона и лучшего спеца по ветровым нагрузкам. А впереди его ждали еще две уникальные работы. Фантастический остроумный инженерный расчет для колоссального монумента «Родина-мать» в Волгограде и самое крупное во всех смыслах слова его достижение – телебашня. Переход Никитина из жюри в участники конкурса резко изменил расклад сил. На разработку более-менее обоснованного проекта Никитину дают всего неделю, но задание выполнено за несколько дней примененными средствами сил. МОС-проект, где я только работал, получил предложение построить, представить вариант для их напряженной железобетонной башни в трех дней на срок. Ну, после того, как я уже там выступал, я, естественно, кое-что должен уже посчитать, я уже поставлял себе ее выворить, эту башню, диаметр. Это было три-четыре странички клетчатой бумаги. Ну, и вот на этих четырех страничках были сделаны такие очень простенькие выводки, которые позволили определить диаметр сооружения, толщину стен, где он списался в ярком странице, а широко 500 метров. Мы считали на грифницкой линейке. У нас была расчетная группа, когда я пришел, у нас было три человека. Вот, и мы делали расчеты башни, расчеты отдельных элементов башни, поверочные расчеты всей башни. Изящная красавица смутила ученые умы. Решиться возвести полкилометра бетона и железа было тогда неслыханной дерзостью. Такого еще никто в мире не строил. И, по легенде, выбор, а с ним и ответственность решили взвалить на Хрущева. А тот указал на башню Никитина. Я бы эту построил. Стало очевидно, что новая телебашня, а с ней и огромный передовой телецентр не поместится на малой телевизионной родине, в Шабловке. Начались скитания башни по Москве. В начале взоры были обращены на Ленинские горы, самое высокое место столицы. Но оно оказалось зарезервировано ЦК. Хрущев намеревался соорудить там некий пунктелон Славы, такой филиал Кремлевской стены. Строителей отправили в Черемушки, район завтрашнего дня. Казалось, что среди пятиэтажек, крупнопанельных, но малогабаритных домов будущего, телевидению самое место. Но восстали авиаторы. Над этим районом пролегала трасса захода самолета к аэропорту Глюково. Башню из Черемушек выгнали. Рассказывают, что в своих блужданиях башня сделала остановку, правда очень короткую, в самом центре Москвы, на Волхонке, где еще зиял кратер от взорванного в 30-х храма Христа Спасителя, он же котлован под несостоявшийся дворец Советов, он же будущий бассейн Москва. Наконец, в 59-м башня забрела на тогдашнюю северо-восточную окраину столицы Востанкино. В июле 60-го был заложен ее фундамент. Но не прошло и полугода с начала строительства, как возведение беспрецедентного сооружения оказалось под угрозой. Председатель союзного госстроя, будучи в заграничной командировке, похвалился строящейся в стране Советов самой высокой в мире башней. Его спросили, какой фундамент. Он ответил на огонь, метров 30. А когда вернулся, решил проверить, когда начались проблемы. Дело в том, что фундамент башни вовсе не 30 метров, как думал председатель госстроя, а всего лишь 3,5. Это абсолютно ничтожно, если учесть, что высота башни 533 метра, а вес, между прочим, 55 тысяч тонн. Это не так, как 11 тысяч слонов. Как 2 тысячи танков Т-34. Никитин, однако, спокойно гарантировал, что крошечный фундамент выдержит и эту высоту, и этот вес. И также спокойно инженер воспринял распоряжение приостановить строительство и разработать новый, более основательный, 40-ка, а не трехметровый фундамент. Когда все-таки был вынесен вердикт о том, что надо фундамент делать совсем другой и делать глубиной 40 метров вместо трех, Никитин сказал, что хорошо делайте, как вы хотите. Но столкнулись с другой трудностью, что не было техники и технологии устройства таких фундаментов. И для того, чтобы не сорвать строительство, все-таки было потом принято решение остановиться на варианте Никитина. Это вот кольцевой фундамент, глубиной залегания 3 метра. Он только был еще дополнительно немного усилен. Волокиты с фундаментом остановили строительство почти на год. Теперь же строители торопили. По советской традиции, великие стройки старались завершить к великим датам. И ближайшее из них, 50-летие октября 1967, было, можно сказать, на носу. Опоздать было невозможно. Я могу сказать только одно, что когда Лахмас-Строй проводил совещание или Министерство связи, то женщинам там лучше было не быть. Значит, как бог чайпаха, разбирались с людьми и с организациями, которые отставали. Даже так шутили эти строительники. Можно ли ускорить строительство? Можно ли с нее положить? Впрочем, условия не только диктовали, но и создавали. В середине 60-х, когда Хрущево сменил на его посту Брежнев, когда в стране подули новые ветры, необходимость мощного телевещания для мощного режима уже не обсуждалась. Партия и правительство теперь в полном составе. Поняли, что телевидение может быть не только техническим аттракционом, но и сильным идеологическим оружием, самым доступным каналом наглядной агитацией. Тогда на этом телецентре были сконцентрированы ресурсы практически всей страны. И на башне, и на телецентре. И главное, что под него был, в общем-то, московский строительный комплекс, так сказать, фактически, так я бы сказал, подобный. Большой профиль, Федор Иванович, первый директор, составляя вместе со строителями те перечни оборудования или материалов, которые нужны, выходил на уровень отдела ЦК, где практически тоже люди курировали этот объект, и отказа, ну, в чем-то, в каких-то просьбах и так далее практически не было. Представители высшей власти иногда лично несили ногами длинную кашу в строит площадке. Официальный надзор вели все те же первые покровители нового телевидения без совета министров. Был очень хороший мужик, это Устинов Митрий Федорович. Знаете такое? Я вот в этом стал министром обороны. Он вел, очень хороший мужчина, он был. Я приезжал инкомнит. Приедет машинку, там, добывая речь, астанет. Он говорит, приехал, приехал. Кто приехал? Говорит, шоферка, кого же ты привез? А он говорит, хныля какого-то. А он уже там же ходит, смотрит. Более того, руководители стройки сами просили больших чиновников приезжать. Александр Николаевич, вот ЦК, из ЦК, вот можно, чтобы вы приезжали хотя бы на полчасика каждую неделю, чтобы строители, прораб, там, нет-то, другие, видели, что это внимание ЦК. Переносить никакой я санкции, конечно, не имел на это, но поскольку раз такое впечатление, я каждую неделю туда ездил. Ничего не понимаю, конечно, в строительстве абсолютно. Он умел принимать тяжелые решения и отвечать за их последствия. И когда объявлял ЦК, и позже, когда осознал, что это тупик. И потом, когда решился возглавить Чеченскую республику. Он сказал, я понимаю, что окажусь между молотом и накрываем. Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Путь даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Ахмад Кадыров. Последний парад победителя. Во вторник. На канале Россия. Для скорости и качества строительства башни даже воздвигли отдельный бетонный заводик в непосредственной близости от проведения беспрецедентных работ. Это было сверхпрочное, поэтому наш бы указ уже наверняка. И поэтому мы, так скажем, архитекторы смотрели за качеством. А палочки, никого, скажем, там, где-нибудь щелочка буквально рвали. Вата из телогреек, и все это было конопатами. Кроме ваты из телогреек, строители перестраховывались и более научными методами. Строенность растущей башни постоянно проверяли вот этим, похожим на большую плину с прибором. Это лазерный визир, изготовленный специально по заказу Останкинского строительства. Агрегат установили в центр основания башни и периодически включали. Тогда наблюдалась примерно такая картина. Сумок внутри ствола провязал гость из будущего. Строго вертикальный лазерный луч. Тогда, в начале 60-х, лазер был диковинный не только у нас, во всем мире. В результате, при проектном допуске в полметра, плакшток на высоте в 537 метров отклонился от вертикали всего на 15 сантиметров. Таким образом, в ход строительства башни шло все. От ваты из телогреек до новейших технологий. Башне, однако, это не мешало оставаться земным созданием и подчиняться законам физики. Чем выше она становилась, тем сильнее ее качало ветром. Качалось очень сильно и даже расплескался бетонный раствор, так сказать, в чане, который туда поднимался краном. А суфторек рабочих же не спускали вниз, а две эти не поднимали, у них вся вся гулял суфторек. Однако, ни гуляющие суфы, ни плеск бетонного раствора не давали никаких пуглов для тревоги. Инженер Никитин сразу учел, что солнышко будет нагревать башню только с одного какого-нибудь боку. Неравномерно. И тогда, если солнце здесь, то шпиль башни отклонится вот туда. А если солнце там, то тогда, соответственно, ну, давай. И только на бегство от солнца Никитин отпустил башню по 2,5 метра в каждую сторону. Но есть же еще и ветер, и Никитин, специалист по ветровым нагрузкам, позволил башне свободно отклоняться на 5 метров. Кстати, высокие ноги башни – это не дань дизайна, башня на них переминается. Все сооружение Никитина будет подниматься. Если бы оно этого не делало, то просто сломалось бы. Вот такая оригинальная конструкция. Гуттаперчевость башни обеспечена революционным предложением Никитина стянуть изнутри ее ствол канатами по всей длине. Вот оно, никитинское ноу-хау, обмазанное специальным пушечным салом. Именно эти стальные канаты позволили башне остаться и такой тонкой. Их отсутствие потребовало бы серьезного увеличения ее диаметра. Именно благодаря этим канатам, натянутым как струны, башня может достойно встречать невзгоды погоды. Было запроектировано 150 канатов. Сначала было 180, потом удалось получить канаты, которые допускали больше усилий натяжения. И вместо 180 сделали 150 канатов. Но при строительстве один канат вышел из строя и осталось 149 канатов. Канаты берут свое начало в основании, в конусной части телебашни. Кстати, там же, как раз где огромные окна и иллюминаторы, находятся и зал телевизионных передатчиков. Вот как описывают их устройства в научно-популярном фильме тех лет. Каждый передатчик состоит из двух независимых полукомплектов. Если один из полукомплектов рукотежа, так вот этот, второй будут продолжать работу. Сегодня о передатчиках можно все повторить слово в слово. За все годы работы Останкина их ни разу не меняли. В огромных, во всю стену шкафах электронная часть передатчика. Здесь формируется телевизионный сигнал. Дальше он вылетает в трубу, в буквальном смысле. Трубы под потолком, как в котельной, волноводы. Кстати, тепла это все хозяйство вырабатывает тоже, как хороший отопительный котел. Из аппаратной трубы-волноводы ведут ствол в вашни. Здесь они соединяются с другими трубами, только вертикальными, так называемыми фидерами. Это такие толстые кабели. По ним сигнал добирается до антенны. Сама антенна – это только верхняя металлическая часть башни. Она начинается на высоте 385 метров. Уникальный бетонный ствол под ней – лишь опора. Но эта гигантская опора обеспечила уверенный прием передач в радиусе 120 километров против 60 шабловских. К тому же на Останкинской башне помещается больше каналов. Так что ее антенна еще и заделена на секции. Каждая секция – стальной барабан, усеянный снаружи металлическими усами затейливой формы – вибраторами. Они действительно вибрируют, когда излучают сигнал. Это видно и слышно не только по телевизору. В сентябре 1966-го на высоте 385,5 метров бетонная часть башни была завершена. Дальше предстояло устанавливать собственно антенну металлическую. И одна эта антенна была высотой с Шуховской башни. Поднимали ее наверх по секциям. Они называются царги. Не используя при этом никаких вертолетов, обходясь подъемными кранами. Но подъем первой же царги закончился аварией. Было это перед Новым годом. Уже как бы уходили домой праздновать, а работы шли. Все равно вдруг слышу свист. Он говорит, свист, и потом удар. Это срывалась царга, которую поднимали очередную. И она стукнула о козырек, который прикрывал, чтобы вода не затекала в окно пятого этажа, где как раз телевизионные передачки. Стукнулся об этот козырек и отскочил. Грохотом, рухнувшись со 120 метров секции антенны, встретили строители Новый, 1967 год. Никаких оргвыводов не последовало, только вместо изуродованной части антенны срочно изготовили новую, чтобы не срывать сроков сдачи объекта. Руководители страны к строительству невиданного сооружения относились трепетно. Но зарезервировали в доверху напичканном аппаратурой полукилометровом гиганте место для своих привилегий. Впервые, благодаря башне, заработал в Москве радиотелефон. Мало кто вообще это знал. В основном этот радиотелефон был только у правительства, у руководителей министерств и наших основных ведомств. Впрочем, правительство качеством новой связи осталось недовольно. Связь оказалась слабой, не доставала до подмосковных резиденций. Когда возник вопрос о том, как улучшить правительственную связь, то быстро нашли решение, что надо антенну правительственной связи поставить выше всех. И она будет выше всех работать. Поэтому на самой вершине, на самой вершине, вот антенна правительственной связи. На земле все также было предусмотрено. Одна из многочисленных студий Останкинского телецентра долгое время была секретной. Правительственная студия номер 6, маленькая, специально оборудованная для передачи особой важности. Там был отдельный подъезд для лимузинов и помещение для охраны и оборудование специальное. Но даже обычные Останкинские студии строились как целые сооружения внутри сооружения. Под каждой из них есть так называемое подстудийное пространство. Там стоят мощные амортизаторы, на которых студия покоится. Сделано это для лучшей звукоизоляции, которая только усиливается специальными дверьми. Вес такой двери, наглухо закрывающий пространство съемок, 6 тонн. Неизвестно, какого шума опасались создатели телецентра, но его работники говорят, что грохот проезжающих танков в студию, а значит в микрофон, а значит в эфир, не попадет. Государственный информационно-пропагандистский конвейер старались гарантировать от неожиданностей еще на стадии проектирования. Смутные тревоги строителей нового информационного храма получили основание спустя почти 30 лет, поздним вечером 3 октября 1993 года, когда тьму на улице Королева пронзили трассирующие пули, а ночную тишину взорвал звон стекла. Телевизионное здание таранил грузовик воинствующих сторонников Верховного Совета, разжалованного президентом Ельцина. Новые революционеры будут брать штурмом не почту, телеграф и телефон, а телевидение. Видимо, это было ясно уже тогда, когда телевидение выводили на новую государственную орбиту. В отличие от атомного, силу этого оружия поняли почти сразу. В 67-м году принимать у строителей важный объект Политбюро ЦК отправилось чуть ли не в полном составе и во главе с Брежневым. Визит этого Политбюро я помню хорошо, потому что 9-е управление КГБ нам поставили условия, чтобы удалить максимальное количество людей с башни. Как свидетельствует кинохроника, руководители партии и правительства пришли в Останкино всерьез и надолго. Они прослушали лекцию об устройстве телебашни, изучили передатчики, оценили вид столицы руководимого имя государства со смотровой площадки и, наконец, не отказали себе в высотном удовольствии. Когда вот Политбюро было, у них был обед в ресторане, и они привезли с собой все абсолютно. И продукты, которые мы предложили свои, нам сказали, нет, ваши продукты нам не нужны, и привезли свои продукты, опечатанные сургучными, коробки были сургучными печатями, опечатаны все, и вскрывались только там. Эта только романтическая эпоха советских 60-х позволила в сложнейшем инженерном государственной важности объекте устроить еще и легкомысленную светскую часть, смотровую площадку и ресторан в 337 метрах над землей. Николай Никитин сразу понял, что зрелище столицы с такой высоты дорогое стоит. И не ошибся. Обустроив именно этой эффектной, но не несущей идеологической нагрузки секции инженеру действительно обошлось дорого. Когда выяснилось, что башня будет качать, то ресторан вычеркнули из проекта и из сметы. Зачем нам нужен ресторан, где посетителей будет тошнить? Никитин увидел, что на этой высоте башня почти не качается. Трехэтажный ресторан его создатели поместили внутрь самой большой обстройки. Пункт общественного питания взлетел на высоту 330 метров. Следовательно, на высоте оказалась и канализация с водопроводом. Все сделано из нержавейки, и напор воды такой, что она без дополнительных насосов добирается на высоту 350 метров. Это только снизу. Вот этот барабан в центре башни выглядит изящно и компактно. На самом деле, конструкция недюжинных размеров. С десятиэтажный дом. И еще у нее уникальная конструкция. Пять нижних ее этажей опираются на балку, а пять верхних висят на специальных металлических консолях. Но на этом инженерная фантазия не иссякла. Ресторан на этаже еще и вертится. Как литерей. Ума, которым установлены эти столики, вращается. И меньше, чем за час, вы можете сделать полный круговой обзор Москвы, не вставаясь вместе. Все посетители ресторана «Седьмое небо», всех трех этажей, они получали комплексный обед. Этот комплексный обед стоил 6 рублей. И все получали одно и то же. Эта котлета называется «Куриная котлета по-дикторски». Мы ее назвали «В чистой ливенье». Куриную котлету по-дикторски подавали в интерьерах улучшенных сообразно пожеланиям партии и правительства. Первоначальная отделка вызвала нарекания высоких гостей во время высотного обеда. В конце визита Леонид Ильич сказал такую, назначая такую фразу, что что-то не очень мне нравится вот эта отделка интерьеров, вот этих помещений. Пришли опять строители и первым делом все сняли. Все оторвали, все развинтили и демонтировали все. И вместо этого пошел гранит, мрамор. И сначала мы делали всю отделку алюминием. Алюминием у нас делали не очень хорошо. Сетунский завод нам делал. Не очень хорошо. И потом главного сбора он гремел. И товарищ Косын решил делать по факту. Сколько затратить, столько из. Ну, хорошо. Ну, это здорово можно довести до ума. коль начали, куда денешься, и правительство и политбюро начали включать в сметы следующих лет вот эти добавки, провисся кусочками, кусочками, кусочками. Так и выросло это встало вместе с техникой около полумиллиарда. Стоимость Останкинской телебашни по проекту должна была составить 13 миллионов рублей. Фактически на строительство отделку и оснащение было затрачено 39 миллионов рублей. Строительство здания телецентра обошлось государству в 220 миллионов рублей. И такую же сумму потребовало его техническое оснащение. Для сравнения, в 1970 году стоимость типового областного телецентра не превышала 300 тысяч рублей. Но за те 10 лет, что в столице возводили Останкино, ни одного другого телецентра нигде в Советском Союзе не построили. Стоило башней открыться, как она мгновенно стала объектом паломничества. Добыть билеты на ее смотровую площадку было много сложнее, чем в иные престижные театры. В первые же дни у нас была выработана такая схема. Билеты распределяются только по московским предприятиям. По правкомы, различных московских предприятий, организаций, составляли списки желающих посетить башню. Эти списки привозили нам, эти списки регистрировались и ставили в очередь. И очередь подходила для коллективных посещений башни через 2-3 месяца не раньше. Мои родители умерли, так не полував на башню. потому что они все время, ты когда сводишь нас на башню, я говорю, подождите, у нас там убийство желающих немножко будет по свободе, я свожу. Так не удалось. Башня служила верой и правдой 30 лет и 3 года, пока в один воскресный летний день высоко в металлической части антенны на отметке 380 не появился легкий дымок. Посетители смотровой площадки и ресторана эвакуировали в течение часа. Сложнее было с сотрудниками. Выбор между чувством долга и самосохранения каждый делал сам. Эта аппаратная расположена в двухэтажной обстройке на высоте 243 метра. Она передает телевизионный сигнал даже не на Москву и область, а на всю Россию. Уйти отсюда означало оставить без телевидения всю страну. Решили держаться до последнего. Когда возвращался с одной из аппаратных, увидел так падал лифт. То есть была дверь как раз открыта. Здесь находился один из лифтеров. Дерь был открыт и передо мной просто упал лифт. Первый лифт который упал. То есть это было жутко. Конечно там уже падал с грохотом. Дело в том, что когда тросы обрываются, вот концы тросов барабанят по стенкам и грохот был ужасный. Погибли люди. Со столичных экранов один за другим исчезли телеканалы. Виновников быстрого распространения огня специалисты называли таинственным фидер. Слово фидер на завтра знала вся страна. Вспыхнули не сами фидеры, кабели, соединяющие передатчики внизу башни с антеннами наверху, а их изоляционная полиэтиленовая ополочка. Она оказалась горючей. У меня есть документы, которые дают железные заключения, что после обработки значит не может гореть все это дело. Тем не менее, вот все-таки этот полиэтилен загорелся. Он загорелся и пожар развивался очень своеобразно и тоже не как у всех нормальных людей. Обычно пожар распространяется только снизу вверх. У нас пожар шел сверху вниз. Это значит, что вот эта оболочка полиэтилена она как свечка горела. Из окон стал пробиваться обвытый огонь. Горели и высотные аппаратные и смотровая площадка и ресторан. Пламя шло вниз и на своем пути сжигало все. Ну, когда он искал огонь ближе подбираться, когда стало задумление уже, мы поняли, что дальше уже... Когда все ушли, когда сказали, что... Когда упал второй лифт, сказали, что образовался пожар внизу от падения лифта, и сказали, что огонь и выше нас, и ниже нас. Тогда мы взяли так и пошли сами. Это была что-то жуткая картина, и поэтому когда я вместе убежал с товарищем и вдвоем бежал, он вспомнил, что оставил новые туфли и подарок сотруднице, там золотое колечко с камушком, а я вспомнил, что я здесь у себя оставил паспорт, он не сумел денег и карточку для получения зарплаты. Только тогда вспомнил. Огонь хозяйничал в башне 26 часов, и потушить его не было физической возможности. В узком глухом стволе пламя двигалось на пожарных сверху, подобраться к нему было неоткуда. В конце концов придумали надпилить водопроводные трубы, те самые из нержавейки, в которых под страшным напором вода поднималась до 350 метров. Шествие огня остановили в 69 метрах от земли. В огне полопались знаменитые гранаты, и никто не гарантировал прежней гибкости сооружения. Профессионалы с тяжелой душой не исключали возможности обрушения башни, либо необходимости ее сноса. Однако творение инженера Никитина обмануло все самые страшные ожидания, и даже, кажется, самые законы физики. Башня выстояла, вслед за медными трубами славы успешно и огонь, и воду. Само центральное телевидение, ради мощи которого и возводился Останкинский телецентр, развалилось на куски, вместе с породившей его Советской империей. Этот воздушный замок идеологии построили на песке. Это, впрочем, никак не сказалось на Останкинской телебашне, главном проводнике утопических идей тотального благоденствия. Из всех создателей этого бетонно-идеологического колосса на поверку только инженером достроительным удалось сооружение, которое может и летать в облаках, и прочно стоять на земле. Субтитры создавал DimaTorzok